приветствуем вас в здравии и в хорошем расположении духа вы на канале раиса горяченко дача сад огород цветы уважаемые зрители подписчики гости нашего канала сегодня у нас очень важная тема и она посвящена посевной 2022 года но прежде чем начнем прошу вас прямо сейчас подпишитесь на наш канал жмите колокольчик чтобы получать уведомления о выходе новых видео естественно лайкайте если не понравятся дизлайки нажимайте и комментируйте задавайте вопросы и эта тема кстати из копилки ваших вопросов вот что нам пишет елена вот семена мы купили дерновую землю подготовили стаканчики уже есть что нужно еще заранее подготовить для посевной 2022 года и вот еще кусочек из одного сообщения с похожим вопросом уже пахнет весной хотя только началась календарная зима послушала вас ваш прогноз погода на 2022 год и понимая что посевы нужно начинать с февраля но как можно удержать рассаду так долго аж до середины мая подскажите давайте вернемся к нашему прогнозу погоды на 2022 год напомню что зима и весна будут с большим количеством осадков зима переместиться на март а весна будет холодной и дождливой и начнется весна вернее лето сразу весна лето резко только в середине мая даже в неотапливаемых теплицах почва будет холодной во второй половине апреля будет холодная и тем более еще в первой половине мая еще не прогреется поэтому надо так организовать посевы семян и выращивание рассады чтобы рассада не перерастала как же это сделать я уже имею этот опыт выращивание рассады частично в 2020 и вот в 2021 год который уже позади это как раз подсказал он подсказал нам правильность нашего пути и об этом я сейчас детально расскажу но прежде порадую вас хорошей новостью я уже начала готовить агрогороскопы на 2022 год и нашла очень хорошие продуктивные дни для посева семян в феврале и в марте агрогороскопы будут готовы в январе и мы с вами более подробно об этом поговорим в первой половине января 2022 года а теперь рассмотрим более подробно тему выращивания рассады чтобы вырастить полноценную рассаду к середине мая нам нужно провести посев в первой декаде марта рассаде будет два месяца учитывая опыт 2021 года такой возраст рассады для получения урожая в июне маловат даже для средних сортов но мы выращиваем в основном раннесредние сорта и средние а мы хотим собирать уже томаты хотя бы в первых числах июня для этого есть очень хороший вариант сеть семена томатов перца и баклажанов в феврале мы вырастили из февральских 6 растений помидоров белфорд самый большой урожай вот именно на них было больше всего томатов по 15 килограмм из куста мартовские посевы позволили нарастить на каждом растении где-то около 10 килограммов были новинки у нас они еще меньше показали но в среднем у нас вышло по 10 килограмм вот все из урожайности вы понимаете что нужно выбирать только высокоурожайные помидоры с устойчивостью против ряда заболеваний заболеваний и к резким перепадам температуры и еще один важный момент мы высадили всего 33 растения томатов теплицы и в среднем вот получили с каждого растения по 10 килограммов поэтому вот такое количество рассады легко будет вырастить на подоконниках в доме не гонитесь за сотнями растений я этой увлекаловкой сотнями рассадных растений томатов уже переболела высаживаешь так много а потом с каждого кустика собираешь по килограмму два но самое больше 3 килограмма томатов и они болеют под открытым небом а небо открытое будет очень сложным этим летом то есть летом 2022 года будет очень жарко и будет очень сложно и будут иногда грозы град и сложно будет их сохранить поэтому я уже пришла к такому выводу и александр федорович уже тоже это точно знает мы всегда говорим лучше меньше вырастить растений но с большим урожаем и вот для этой рассады вот этих 33 мы выращиваем несколько растений чуть больше будет 35 может у нас будут еще испытания на под открытым грунтом продолжаться и вот для этой рассады из 30 40 пусть будет рассадных растений очень хорош наш способ выращивания рассады посевы овощей начинаем в феврале и начинаем эти посевы торфяные таблетки их и нужно сейчас закупить пока магазины до новогодних праздников не подняли цены а цены пойдут вверх как всегда уже середина января а иногда уже были годы что где-то с 10 января цены начали буквально очень резко подниматься вверх посмотрите наше видео до конца чтобы увидеть всю картину в целом и убедиться в правоте того что мы говорим а теперь как правильно использовать эти таблеточки и что для этого можно использовать ну в первую очередь они вот такие продаются разные есть если вы что-то мелкосемянное это можно маленькие таблеточки покупать и здесь смотрите видно где вверх а где низ вверх это там где маленькое углубление сюда нужно будет вложить семечку это мелкосемянные устома еще какие-то вот все что мелкое у нас вот это можно использовать вот такие здесь они не очень-то большие вот такие таблеточки торфяные таблеточки а вот эти таблеточки они более видите проще их видно они находятся в оболочке такой специальной эта оболочка кстати легко расходится это бумажная да здесь бумага но если она вдруг не расходится это бумажная то очень легко ее можно будет ножничками и посадить я уже сколько раз поиспользовала корни пробивают бумагу и растут что здесь важно знать вот это низ видите они закрыты уже сразу же для того чтобы человек знал что вот разложить их раскладываешь и здесь тоже есть такая маленькая выемка это для более крупных семян мне вот эти больше нравится для того чтобы их использовать для посева томатов баклажанов перца очень хорошо получается вот они вот такие эти таблеточки вот и смотрите их и как их использовать у нас есть дальше будет рассказ о том как замачивать что делать ну нужно теперь перейти к тому что мы должны разобрать где мы это эти таблеточки будем замачивать и затем проращивать рассаду смотрите что можно использовать вот есть такие коробочки конечно же вот где глубже сюда можно закладывать вот эти таблеточки вы знаете что при замачивании они разбухают поэтому замачиваете водичку заливаете когда уже замочилась тогда ложите семена семена и вы будете видеть сколько вам нужно уже вот этих таблеточек ну вот можно вот таким образом здесь свободное место они как раз я уже пробовала делала получается крупных здесь будет естественно меньше помещаться ну а мелкие будут намного больше размещаться здесь можно их уже в три ряда будет выкладывать вот таким образом видите свободное место еще есть и они должны быть рядышком друг с другом для того чтобы не было просвета желательно и еще один важный момент сейчас вот у нас идет такой важный период когда будет очень длинная холодная весна и мы не сможем заранее высаживать мы уже вам только что рассказывали показывали какая особенность будет весны поэтому вот эти таблеточки нам помогут сократить вот этот период нахождения рассады в рассадном состоянии вот эти таблеточки у нас есть три недели для того чтобы растение взошли ну а для цветов которые долго всходят конечно больше времени и вот рассада поднимется и можно будет ее пересаживать можно еще сделать такой вариант подсыпать сюда земельку на низ засыпать земли немножко допустим на сантиметр и между самими таблеточками когда уже будете всходы получите можно будет чуть-чуть земельки просыпать почему потому что просто вы еще дольше на неделю минимум можете удержать рассаду здесь еще какие можно использовать вот смотрите есть вот такая если нужна большая тавочка любой вот контейнер который в котором вы замочите и есть пространство почему нам надо пространство потому что мы будем обязательно когда мы уже замочили посеяли мы обязательно нас закрываем пленочкой и до момента всхода каждый день мы немножко открываем пропускаем воздух и затем закрываем снова до момента всхода где еще можно высаживать не выбрасывайте вот такие коробки от тортов они тоже пригодятся мне нравятся вот эти половинчатые тем что допустим мне нужно один сорт баклажанов допустим посеять я сюда выложила 10 штучек и здесь вот я себе выращиваю подписала и не перепутаешь вот выращиваю допустим вот какой-то сорт каких-то овощей вот они естественно почему я вот делаю такое пространство и потому что я здесь хочу обязательно еще вниз насыпать хотя бы на один палец то есть до 100 2 сантиметров можно посыпать дернобою землю и между ними посыпать и вот затем сеять можно и такой вариант но сеять уже когда замачиваете потом уже землю туда засыпаете накладываете сверху на землю и тогда уже будете высоту вот этих таблеточек использовать для посыпки между ними тогда они не будут ездить и будут держаться в одном месте и вы сэкономите время для посадки вот этих прекрасных семян которые подготовили они дорогостоящие они очень ценные для нас и мы хотим получить полностью вот сходы и затем хорошую рассаду еще вот такое можно круглый вот это слово же от торта очень удобно себе помыть конечно надо будет вот у нас остаток от торта чем удобно вот эти коробочки вы смотрите здесь уже сразу же и крышечка есть вот она накрыли и каждый день открываете каждый день это легко делается закрыли вот вот открыли день сутки прошли потому что будет собираться влага если не давать воздух то получится что семена могут сгнить вот это обязательно нужно открыли и то же самое вот с круглой у них тоже видите получается здесь закрытые вот эти закрытые а вот уже на тот контейнер контейнер которого нет крышки мы тогда используем для выращивания рассады до момента всходу это будет пленочка пищевая пленка очень хорошо используется для этого вот в этом контейнере то же самое видите легко замочили себе можно замачивать вот в этих вот больших контейнерах здесь замочили и уже нужное количество себе засыпали земельку дерновую и уже раскладываете и формируете для того чтобы потом не беспокоить уже семечка взошла у вас и у вас уже это растение будет расти и здесь находиться вы только будете то ли заносить в теплицу если есть то ли на окошке вот менять вот это положение но всходы не ждите на окошке мы еще будем говорить отдельно о посеве но эти условия обязательно для любого посева рассада используйте корни должны быть то есть семена и вверх здесь должна быть одинаковая температура выставляем на рассаду уже посеянные семена там где у нас одинаковая температура от 20 крайнем случае 19 18 и до 26 градусов что сверху что снизу то же самое вот таким образом можно использовать если есть другие какие-то контейнеры конечно используйте таблетки это очень хорошая штука я когда-то использовала их но когда вот у нас уже были теплые весны вот был такой период несколько лет назад мы ушли от этих таблеток использовали различные стаканчики и я вам сейчас покажу что еще для того чтобы кроме вот этих таблеток что нужно дальше подготовить для того чтобы выращивать рассаду когда выросла рассада естественно у вас уже почти три недели до месяца можно держать в таблеточки а затем все зависит конечно от рассады вы берете и пересаживаете уже вас вам показали пересаживаете можно использовать вот такие стаканчики экономия времени при посеве феврале мы спокойно до мая месяца выращиваем хорошую рассаду что дальше делаем маленьком стаканчике смотрим уже пошли корешочки берем чуть чуть больший стаканчик я уже испытала и наблюдала за ними ровно неделю иногда даже чуть больше все зависит от растения адаптируется растение не растет корневая система если перевалку вот именно перевалка будет номер один задача переваливать так вот здесь неделю вы сэкономили далее следующий горшочек еще больше шире вот этот горшочек еще вы неделю сэкономили и в этом горшочке еще неделю две порастет это растение наберет вот заберет вот всю почву вся будет использована почва для корневой системы затем используем дальше двигаемся можем использовать вот такой горшочек допустим чуть чуть больше поэтому сейчас нужно подготовиться вот такой горшочек можно использовать перевалка 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 для того чтобы мы в мае месяце могли высадить рассаду ну а там где север там будет позже поэтому и пригодятся еще вот такие нам горшочки большие горшочки мы высаживали в эти горшочки перевалку делали именно перец и баклажаны замечательно в этом горшочки уже до цветения доходило мы не нарушали корневую систему делали уже перевалку в землю в теплице и растения очень быстро адаптировались и даже не срывали вот этот королевский первый цветочек получили урожай и растения хорошо себя чувствовали вот видите как можно просто-напросто улучшить свою работу именно тем что мы используем вот эти таблетки во-первых меньше места вас занимает рассада дольше вы можете держать на окошках перемещать очень легко перемещать вот это переложил переложил в сильный мороз идет окошко забрал на день на окошечко перемещаешь эти вот контейнеры их переставляешь для того чтобы туда поступало солнышко и чтобы растение да и переносить в теплицу очень удобно вот такие контейнеры и такие любые вот что еще раз подведем итог что очень важно в этом году в этом году будет длинный весенний холодный период и мы не сможем высаживать вот рассаду купили высадили в землю мы должны выбрать ранние сорта потому что короткое но жаркое лето ранние сорта и эти ранние сорта нужно получить к моменту где-то 10 июня к моменту высадки рассады может быть даже в некоторых регионах чуть позже для того чтобы высадить уже перевалка 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 должна быть этой рассады должны подготовить различные это могут быть горшочки это могут быть стаканчики от молока различная посуда все это всегда используйте используя вот эту этот принцип принцип меньшее большее 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 и до большого и выбирайте сорта не просто ранее а они должны быть высоко урожайные я здесь всегда тем кто говорит что вот это эти гибриды это плохо дело в том что мичурин в свое время еще в каком году по моему в 1919 году сказал о том что кто боится нового и не занимается селекцией тот останется на задворках истории жизнь идет жизнь течет новой энергии новая эпоха и нужно приспосабливаться к новым энергиям а новые энергии это новые растения ну а новые растения они создаются селекционерами и для наших новых тел значит эти растений нужны ничего не божественного здесь нету и все энергии и все то что нас окружает и нам предлагается и это все стоит нашего внимания ну что ж смотрите еще раз вам нужны горшочки таблеточки есть время еще подготовиться основательно к тому чтобы следующий 2022 год был удачным и дал нам очень хороший результат на наших грядках наших теплицах ну естественно и в садах потому что в садах тоже можно будет выращивать часть растений раиса горяченко александр волик прощаемся с вами подготовили мы это видео прощаемся до новых встреч на нашем канале всего вам самого доброго крепкого здоровья и удачной подготовки к новому сезону и конечно же хорошего урожая в новом году пока-пока